Бьется в тесной И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтобы слышала ты Как тоскует мой голос живой Ты сейчас далеко, далеко Между нами снега и снега До тебя мне дойти нелегко А до смерти четыре шага Бой гармоника в юге назло Заплутавшее счастье зови Не в холодной землянке тепло От моей негасимой любви Бой гармоника в юге назло Заплутавшее счастье зови Мне в холодной землянке Мне в холодной землянке тепло От моей негасимой любви От моей негасимой любви Поняли о чем песня? О любовь О в кладе женщин в великую победу Вот так вот Вот так вот Ну что, вопрос-то будет? Можно родовой вопрос? Давай Парат, а скажи, вот есть рот небесный, а есть рот земной Папа-мама финический и там брызгые родственники Как род земной встраивается в род небесный? Ну и как бы и род небесный Нет, наоборот, наверное Как небесный встраивается в земной Ну когда мы на воплощение идем Оттуда сюда Ну и какая часть рода земного Является родом небесный? Ну это по-разному может быть Ну в принципе основная часть должна являться Основная Что? Плохо слышно говорят Плохо слышно? Угу Поближе подвинь сюда Давай мы вот эту штучку уберем А вот так лучше? Наверное лучше Пишут да Хорошо Хорошо Ну я говорю поближе Потому что здесь микрофон просто слабоват Можешь камеру подвинуть немножко Ну буквально там на третий сантиметр подвинуть уже лучше угол будет А ты его разверни побольше к себе просто там же микрофон он не направленный Еще разворачивай К себе Камера Камера тоже поворачивай Ну у меня же видно вот Вот я Я же себя вижу Нет Пошли Все теперь можете сюда смело садиться А ну вы в этот не попадете В ту попадете да? Хотя сюда тоже не попадете Нормально теперь? Да я могу так и так здесь Катя просто читать надо Я понял да все Ну ничего это Рабочие моменты Все нормально да? Опять двигаешь? Ну что ничего Вы начинаете задавать Вопрос был задан Ты все таки я настаиваю на том чтобы ты сюда подвинул Мне неудобно Мне неудобно Ну хорошо Ладно Вот Продолжаем отвечать То есть Конечно же В земном Раду Основная масса Сущностей Там Или воплощенных Да? Должна принадлежать Этому самому Небесному Но могут Какие-то другие Будь Из других родов Переходить Но это вот именно земной род Вот Ну потому что здесь же идет смешение Земных родов Именно земных родов Идет же смешение Вот Ну считается что небесных родов там не так много Вас? Не знаю Я не исследовал эту тему Ничего сказать не могу Если вы исследуете Можете попробовать поразбираться Напишите что-нибудь То есть не все родственники ходят в родные детства Только те кто разум Нет Почему это так? Все? Нет Дело не в развитии Причем тут развитие? Ну если он не развитый родился Ну вот молодая душа появляется А она что как бы прописки не имеет в своем роду? По рождению сразу же То есть ходят все? Ну да В том смысле независимо от развития Это рожденные в роду Если ты имеешь ввиду что кто-то другой хочет присоединиться Ну условно говоря из темных светлые пытаются перейти и присоединиться к каким-то светлым родам Там уже конечно другой момент Но они изначально не там родились Они просто могут свою матрицу поменять внутреннюю Ну говорят что там влияние семи поколений предков на тебя может быть То есть их действия влияют на тебя Ну в том числе и ты мог воплощаться с твоими предками Да я правильно же понимаю? В твоем роду Например быть своей же прапрабабушкой например Что-то там накуролесить в итоге сейчас воплотиться и это все разгребать Ну как один из вариантов Ну то есть влияние действий представителей рода земного на твою жизнь Оно в какой процент? Зависит от твоего уровня развития Да Чем ниже уровень развития тем больше влияние А давай звук потише сделаем Потому что все равно там жужжит постоянно А это бесполезно Да они знают Они все знают Но все равно это не организованно происходит Да вот это вниз Отлично Вот Чем ниже уровень развития тем сильнее влияние родственников Ну это даже вот в этом же поколении Ну не поколение да В этой же жизни там не забегая туда Вот Чем выше уровень развития тем наоборот Это больше твое влияние на всех окружающих То есть мы условно растем в развитии да Да И понижаем влияние родового Родовое влияние нам Да конечно Вплоть до того что ну вот я по себе рассказывал что я у себя там остановил Вот эти кармические всякие заболевания которые по роду шли и я их у себя остановил Но они до какой-то степени там меня погрыгну Потому что я не успевал Вот Вот Если бы я прямо с детства занимался всем этим То вообще бы их даже и не возникло Вот Так что Даже вот этого влияния совсем уже сказал это неуправляемое влияние Вот как бы С ним можно работать То есть можно подчистить карму рода Даже Да Нет Сначала надо Себя Себя Да А потом когда уже становишься Ну это же Понимаете Прежде чем кому-то Помочь Нужно обладать способностью помочь А не просто иметь желание помочь Ну Сам себя Как Останавливаешь Нарабатываешь И все вокруг Прекрасывает Нет Не совсем Потому что Это как солнце Вот звезды вообще Ну в частности солнце Они держат пространство свое В космосе Там же Тьма Холод Да Вот И солнце держит свое пространство Которые распространяются Там я не помню Что До Юпитера что ли Да Где то так А дальше слабее Ну это еще Солнечный ветер называется Да То есть вот это излучение Все которое идет Это пространство солнца Оно его держит А дальше уже космос Имеет свои права На пространство Вот Так же и мы Чтобы Там С собой разбираться Это одно А чтобы влиять на окружающее пространство Это уже силу надо иметь Чем больше силы Тем Больше Пространство Мы можем изменить Вокруг себя Ну это еще Живот Обозначает Как размер ауры Допустим Да вот Говорят Например Да Конечно Если так То Убывающий Да Спуститься на Род Воплощенный Да То есть Продственников Которые В жизни Она находится На втором плане На первом плане У нас Ответственность За самих Себя То есть Да Да На сегодняшний день К литушкам И Это может Может быть Запросто Мы в другое время У темных Там наоборот Они Разделяют То есть Они стараются Кто-то выбился Ну как вот Это как в природе Они живут По Принципу силы Да То сильнее Тот и прав В природе Там родились Щенки Самые сильные Отгоняет Остальных От миски Кушает Больше Растет Сил больше Растет быстрее Вот Это вот как раз Их принцип Они так живут А у нас наоборот Слабым помогают Подтягивают До своего уровня Вот Это определенный уровень Развития А дальше Когда мы выходим Там Еще выше Там уже Идет Личностная Работа Вот Там уже Это необязательно Но Это уже Высокие Высокие Там Общение По-другому Вообще Построено Поэтому Ну как бы Об этом говорить Пока не надо Но это влияет Наше Личностное Работа Наше Семьи Чем Выше Наш уровень развития Чем мы Мощнее Тем сильнее Наши влияния И они Облагораживаются Автоматически Ну Нет Ну не автоматически Ну Благодаря Там Нет Тут уже идут Кармические Взаиморасчеты Здесь уже все строго В бухгалтерии Бухгалтерии Да То есть Положено ему Часть благости получить Или нет Ну Например Вот Такой материальный пример Чтобы было понятно Человек заработал деньги И Соответственно Он делится К примеру Он не очень жадный Да И он делится Не только Со своей семьей Непосредственно Еще и с какими Ближайшими Родственниками И Родственники Привыкают Постепенно Вот эти деньги Получать Либо просить Либо просто И Родственники Теряют Понимание Того Через какое-то время Они привыкают К уровню жизни Теряют понимание Того Как они жили до этого И соответственно Перестают понимать тех Кто Были там друзьями Знакомыми Те плачут А эти уже начинают Жировать Вот И у них Из-за этого Ну Так скажем Они из-за этого Нарабатывают себе Отрицательные отношения Окружающих И это выражается Ну Потому что они сами же не правы Вот Это выражается На их дальнейшей судьбе Или этой судьбе Может быть уже Или В следующем воплощении Это будет выражено Вот И получается Что вот этот человек Который Денег заработал Он получается Совершает такую Медвежную услугу Оказывает Своим Ближайшим Родственникам Почему Потому что У него недостаточно То есть он просто денег заработал У него недостаточно Понимания Для чего мы здесь вообще живем Для чего мы проходим Через трудности Как распоряжаться деньгами И вообще Сколько денег можно зарабатывать Потому что у нас же Вот Если возьмем бизнесменов Они считают Что сколько можешь заработать Сколько ты и должен зарабатывать А на самом деле Вот ты же И все деньги Это чьи-то деньги То есть вот есть люди И все деньги Зарабатываются на людях Но в лес пойти Заработать на зверях Невозможно Зарабатывается на людях Деньги возникают В тот момент Когда какой-либо товар Продается людям Есть промежуточные варианты Там Собирают самолет Вот собрали его А потом авиабилеты Продают людям В этот момент возникают Вот эти самые деньги Понимаете Почти цепочки Ну понятно Вот То есть все деньги Все равно основаны на людях То есть люди Вот эти Ну банки на самом деле Так и работают Ты пришел Брать кредит Или деньги Положил туда И банк под это еще там Мультипликаторы Вот этот Создает еще деньги Пока ты туда не пришел Ему он не может Как бы Нет оснований Даже если он Эти деньги Создал И никто не пришел Некому раздавать Деньги так и лежат там Просто Просто бумажки Только мы их взяли в руки Или мы их отдали куда-то Да это стали Это ценность уже Понимаете Вот И когда ты Зарабатываешь Много денег И дальше Ты их используешь Неправильно Ну вот например Как вот этот товарищ Который я пример привел Он взял и создал Такой оазис Да На ровном месте Вот Ну он же отнял У кого-то Эти деньги Получается Ну да По законодательству Все нормально Он вроде как Бизнесмен уважаемый Он ходит на работу Но другие же тоже ходят на работу А почему они получают В сто раз меньше Чем ты Ну вот Основание какое Ты что такого ценного Производишь Что в сто раз ценить Чем все остальные Ну вот Как бы Это уже мы говорим О Как бы Об устройстве общества Какие взаимоотношения В обществе Нравственность общества Какова Вот Понятие О порядочности О там Милосердия Сострадания Взаимопомощи Ну вот Ну вот Если вот этого всего В голове нет Тогда ты не можешь Распоряжаться большими Деньгами Потому что не так Будешь распоряжаться И ты только Свою ситуацию усугубишь И ситуацию Тех Кого ты научишь Так же жить Усугубишь Поэтому В отношении Родственников Еще раз говорю Чем выше уровень Развития Тем больше Возможность Влияния Ну еще и сила Конечно Нужна Вот Извините А можно В продолжение Вопрос Да Смотрите Вы говорите О том Что Родственные связи Распадаются Тогда За счет чего Появляется Источник Развития Общества Когда Мы Разопщены Если я правильно Книла То есть Мы Сейчас Как бы Должно Он Самодостаточный Самоответственный Да И отвечает За свою жизнь Ну Предположим Сейчас Ну Такие условия Сложились Тогда За счет чего Мы Будем Развивать Это общество Значит Что Фокус Задач Которые Перед человеком Меняется Или Все-таки Задачи Какие-то общие Есть Как у человека На сегодняшний день Задачи Всегда Есть У нас Задача Выжить В этих условиях То есть Они Сейчас На уровне Открыто Все Открыто Все А чубач Что Говорит А если Мы Разопщины То За счет чего Человек Может Сохранить За счет Упорства Своего То есть Мы Развиваемся Не благодаря Вопреки Потому что К примеру Образование На сегодняшний день Образование Не гарантирует Того Человек Будет понимать Для чего Он живет Вообще Вот он сегодня встал Для чего он встал А там Через год Для чего он будет просыпаться Ну вот Ради чего Все это На сегодняшний день Все это сведено К Удовлетворению Физиологических потребностей Фактически Уже Потому что У них даже У многих Чувства Уже Отсутствует Они все На физиологию упали Почесался И Хорошо Вот Вот То есть Ну Посмотрите Я говорю Вот кино Вот то же самое Да Это же одно из массовых искусств Кино А оно уже искусством Перестало быть Это уже Они даже ремесленность Растеляли Они уже Не владеют Навыками У них камеры Кривые У них Диалоги Все Вообще ни о чем Диалоги Сценарий Кроме диалогов Сценарий криво Прописан Но невозможно Невозможно Вот это все так Картины представляют Неправильно То есть Допустим Физику движения Когда вот Всякие Там Картины динамичные Да Бегают Прыгают Взрываются Что-то Неправильно Неправильно Вообще Они же Формируют Неправильно Неправильно Снят Для того Чтобы Молодежь Сумела Та молодежь Которая у нас есть Да Сейчас Ну Сегодня За бедом На эту тему Гаджетов Таким образом Что она бы Воспринимала Информацию Которую Зашифрована Зашита В этом фильме Да Именно В том ключе В котором она может То есть По-другому Видимо Если этот фильм Был бы снят Как Ну Вы говорите Там Правильно Как Скажем Наши классические фильмы Которые были сняты С какой-то С какой-то Очень серьезной музыкой Да С переживаниями героев Да Они бы не были восприняты Может быть Таким образом Ну как бы На поводу идут Да У Именно Того уровня сознания Который сформировался Уже сейчас У населения Вот может быть Из-за этого Они все прекрасно понимают На самом деле Когда снимают фильмы Они потому что Они не умеют Вот так вот Нет Они еще и не умеют Я вам сейчас скажу Они уже сами разучились В этом беда Современные режиссеры Вот наши там Размите того же Бондарчука Да Вот Нынешнего Бондарчука Он уже снимать не умеет Не говоря уже про остальных там Но это же Вот По поводу Того что они снимают Для того чтобы Их восприняли Дело в том что Общество всегда состоит из разных людей И если к примеру Советское общество По радио Крутили очень много классической музыки Я понимаю Вот я сам там Маленький был Я не воспринимал ее Но она у меня была На слуху И я благодаря этому Я родился не в музыкальной семье Я благодаря этому Потом Впоследствии По мере развития Я смог Осознать ее Разобраться в ней Я на самом деле Не так много классической музыки слушаю И ну как бы Но Я реально в ней разбираюсь То есть я слушаю произведение Я понимаю что там вложено в нем Ну вот я же разбор делал Такой коротенький Как пример просто И это благодаря Я вот серьезно говорю Это благодаря тому Что в детстве Я ее просто Постоянно слышал по радио У меня эти произведения На слуху просто На слуху Я как раз ее узнаю Вот А ведь там Ведь сложность музыкальных фраз Как они сочетаются между собой Вы пойдите В частной эстраде Что-нибудь такое найдите Они же Вот современная эстрада Она же не затягивает Даже до советской эстрады Которая была проще Чем классическая музыка Но все-таки там сложные композиции были Все равно Более сложные Не говоря уже про стихи Да Уровень стихов какой был Вот То есть Если мы будем брать Вот этот Какой-то средний уровень Или нижний уровень Как в 90-е годы У нас же отовсюду Полетел этот Ресторанный шансон Фольклор Фольклор Вот этот Реально Вот Вы выпили И Ну-ка Збаться мне Вот И Там даже дело не в трех аккордах А Ну на трех аккордах тоже можно Да Я Да Понимаю Сейчас Да Сейчас уже один аккорд Сейчас уже Три аккорды Реально Три аккорды Три аккорды У него Он Аранжировками брал Вот Да Я вам могу сказать У меня был как-то культурный шок Лет Семь назад Я На берегу водохранилища Отдыхал И Там на одном берегу А магазин был на другом Мы с ребятами поехали в магазин У нас продукты кончились И я остался на берегу посидеть Они в магазин пошли А я постеречь Там у нас парусный катамаран был Я остался его постеречь Сижу на этом катамаране Жду когда ребята вернутся И тут приходит какая-то молодежь И включает Ну в общем Музыку включая песни У меня реально завяли уши Я не ожидал Я вообще не знал Что такое может быть Вот такой уровень падения Дело в том Не в том даже Что там они матом пели Да Ну из магнитофона Неслось Дело даже не в этом А в том Что общий уровень Это просто какой-то кошмар Это нельзя назвать стихами Это нельзя Нельзя назвать музыкой Это какая-то пародия Причем низкопробная И такие группы Они сейчас есть И их слушают И я вам больше того скажу На моих глазах Выросли Ребята Которые Значит А вот они увлекались Ну к примеру Там группа кино Да Например там Ну и так далее Вот Они пили Они пили их песни Под гитару Эти песни И поскольку Вот эти вот певцы Так называемые Они петь не умеют Вот совсем Да Вот И эти не научились петь И больше того Они даже не различают Они сами поют Под гитару Ну вот так же Да Пытаются петь Но при этом они не различают Ну не видят разницы между нормальным пением И вот этим вот Потому что У них нет Не было примера Примера не было И я говорю Нельзя вот эту планку занижать Как только мы занижаем У нас же разные уровни Всегда есть смерды Ну давайте на уровне смердов Вот это вот Ресторанное Кругом распространим Вот И нам вот это все опускают А верхнего нет И вот Всех вот этих настоящих мастеров Их никуда не пускают Там мне кто-то в комментариях написал Настоящие там Пробьются Там есть интернет В конце концов Но это Это должно быть массово Тогда это будет Влияние на общество А если просто Вот как я тут сижу И разговариваю У нас чуть-чуть Это мы же не общество Мы Ну в лучшем случае Община Небольшая община Которая не может повлиять На ход истории А когда вот это вот массово Вот это влияет на ход истории И появляется Советский Союз Появляется Поколение воспитанных людей Нравственность в обществе растет Я уже сегодня говорил Что Первый уровень формирования Вот Ну ладно Первый уровень формирования Нравственности Это когда Ну вот Безнравственность Это когда людям вообще делать нечего Да Они шляются И не знают чем заняться И в общем начинается Безобразие сплошного Дальше Когда появляется первая организация Это обычно спортивные всякие мероприятия Спортивные секции То есть это спорт Это первый уровень организации нравственности Второй уровень более высокий Это искусство Третий уровень Это наука А выше этого четвертый Это культура И вот мы смотрим что у нас отовсюду Если один спорт Ну это самый низкий уровень нравственности То есть они договорились между собой Потому что они болеют за одну команду А вот эти вот Уже болели за другую Значит они плохие Понимаете Ну вот это вот как бы самый низкий уровень Он почти на уровне морали А мораль это Последние границы общества Это там не убей Да То есть как Не украть Как только вот это нарушается Все я говорю общество Нет Оно расположено А как это продолжение Ну деградации которые идут ее не остановить То есть ветерные точки Если поставить Тенденция налицо То есть это не само по себе происходит Так делать Да Делается конечно Ну и что Какой выход Ну какой выход Надо Развиваться Сами Ну потому что Нам не дают Они будут Создать На данный момент Массовую школу Хорошую Ну Нет Дадут или не дадут Посмотри Вот если мы В этом случае Просто опустим руки И ничего делать не будем Тогда Даже если появится Ситуация Когда можно будет Что-то создать Не будет людей Которые смогут это создать Ну как Задорнов по-моему Говорил что Люди которые Там я не понял кто-то Люди которые Постоянно стоили Построили барак Они не могут построить дворец Слушай они не знают Что это такое Построить большой барак Так же и здесь То есть нужно бороться То есть там где может бороться Там нужно что-то пытаться делать Нет Прежде всего бороться Надо самим собой Себя развивать А вот дальше Нужно не бороться А нужно потихонечку На данный момент Не надо влезать В силовые противостояния Если только уже Безвыходная ситуация А так надо потихонечку Там Здесь сказал Аккуратненько Глядишь Кто-то прислушался Раз Еще появился человек Который заинтересовался Чем-то Ну пока что В обратную сторону Я понимаю Сложно Мне вопрос Да Нужна быть цель строения Какого-то определенного общества Допустим Общенное общество Он уже был Вроде человечества Это вариант Проходился И он таким образом Превратился И рост Он ими сейчас Поэтому Вращаться К родовому общинному Это так Получается Ту же истории Еще раз Ну Не знаю Какая-то цель Которая Была бы И более современная И в то же время Соответствовала бы Этим крестериям Ну современная Я вам могу сказать Это же Шведские семьи Да Пизрастия Лезвиянство Вот она современная Это Модерн Разнообразие Разнообразие У нас тоже есть Самобытное К этому Возвращаться Не надо А на самом деле Ну вот К примеру Есть семья Да Мы как-то можем Изменить эту ситуацию Ну изменить Ну семья Да Можно сказать Это уже Все архаико Надо от этого отходить Вот Но на самом деле Если мы Перестаем Как бы Придерживаться Вот Вот этой формы Традиционная семья Когда она получается Нетрадиционной Но дети же все равно Должны рождаться Как-то И сирот Дуской продлевается Вот Значит они рождаются В нетрадиционных семьях Ну это же Это же не нормально Вот Значит есть только Как бы Одна правильная форма Традиционная семья Мы Доказали Это сейчас Вот То есть это для нас Это основа Основ Как только Теперь смотрите Вот Есть семья У Там Папа и мама же есть Родители Дедушки Бабушки И так далее Вот это большая семья Вот еще там Разрастается Вот это род Вот как бы Общественно-родовой Строй Вот он пожалуйста Род И который объединен В общину Родовая община Вот это же тоже Нормально и естественно Можно пытаться Внести какую-то Неестественность Вот на сегодняшний день Мы это все Развалили Живем по квартирам Понимаете Конечно В диалоге Это было Правильно Как вы говорите Что Кстати да Вот В развитии того Что вы оба говорите Да То есть это община Может возродиться На более Другом технологическом уровне Дело не в технологическом уровне Давайте Дело Прежде всего В нравственности Какой уровень нравственности Но потом Не забывайте Что семья Возникла Когда нужно было Наследовать имущество Многами И семья Да Нет Причем тут это Когда нужно было определить Чьи это дети Вот тогда семья Нет Нет Это у нищих народов У тех же Американских А у них А у нас с другими Ну Может быть Я не знаю Ну вот Мы рождаемся Сразу Ну там У нас есть Сущности Которые рождаются Сразу Разумными Буквально пять лет И он уже что-то Лопочет такое Более-менее Да А десять лет Он уже может рассуждать Ну вот у нас тут появлялись товарищи которые там дети да вот здесь появлялись которые реально там какие-то темы нормально рассуждают ну они может быть еще не целиком охватывают они в этом разбираются и в этом смысле и там определять наследование имущества это нет у нас они были на этом уровне а сейчас эти семьи они воссоздаются в другом уже о том о чем вы говорите ну да и как бы они уже все-таки отличаются вот вы говорите от регресс это не регресс все ли у меня не словно типа тому же пути понимаете получается что форма она одна а содержание другое то есть это та же эта семья я вас удивлю и содержание то же самое знаете их бывает божественная а бывает не божественного вот и все поскольку мы изначально божественные сущности то нам свойственно именно божественное содержание то есть мы к этому стремимся когда настоящая любовь появляется настоящая благость ну или там радость да все мы все тянемся к этому а вот они они не особо к этому тянутся ну вот они всякие темные серые потому что они живут другим зато они очень хорошо тянутся в деньгам к следам к наследованию там самому чье имущество обязательно вот чье имущество понимаете вот я например вы знаете у меня по моему уже квартира не хочу вас удивить но у меня тоже вот уже не ну как бы я в ней живу она она по моему уже по моему еще на маме но уже завещано сыну я сказал мне не надо а если он тебя выгонит значит выгонит значит я заслужил то есть я вообще не понимаю как можно цепляться за имущество допустим я есть велосипед и конечно никому не отдав совершенно сам катались а там только один человек помещается конечно но нет это я использую есть вот я ем ложку а ты у меня ложку отнимаешь что начал нет причем тут я ем вот ложкой да а у меня ложку вырывают это это же не культурно понимаете ну я же ем сейчас другой может сказать даже в квартире у меня он приходит в гости часто то есть 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 вещи для и использования да а есть и излишки и у нас излишки и всегда излишки отдавались обществу в общественное пользование кстати говоря те самые евреи сейчас в израиле так и поступают к которые живут как у них это вот кибуцы которые там живут у них там несколько машин на всю общину и они по очереди ими пользуются вот это же удобно удобно ну ну не важно не важно в общем вот как бы у нас вот так было принято мы вот так жили а на западе если мы берем капитали там наоборот больше больше себе никому не отдать и вот и про запас еще да и они не о детях тогда думают при все себе а потом когда уже доживают тогда уже отдают там детям внукам у них же до последнего давайте вспомнить даже царскую россию вот романовскую когда там тетеньку хотят старенькую прихлопнуть чтобы получить наследство она она ходит и до окружает себя там лакеями только чтобы это мне отравили все время смотрит там чтобы это общем ну вот 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 пожалуйста чему приходит приводит вот эта аллошность да и но я тоже понимаю они могут сказать что не мы такие а жизнь такая любимая бандитская поговорка все бандиты вот ну в общем это все не наша то есть еще раз говорю и как бы форма та же самая должна прийти и содержание будет то же самое божественного а вот внутри всего этого у нас будет свободы действий мы будем создавать там творить что-то на свое усмотрение посмотрите на сегодняшний день большинство людей бегает за реализацию да вот они хотят но у кого там какие-то мысли есть они хотят реализоваться кто-то там в инженерном отношении кто-то в искусство хочет кто-то еще куда-то откуда в москве появилось такое количество театров кому они нафиг нужны такое количество такое разнообразие но вам все это с каком-то безобразие потом ну ладно как бы даже мы не про безобразие вот это большое количество театров появилось из-за того что актеров-то много они не востребованы они там уже грызутся из-за того чтобы выйти на сцену получить роль вот но не в курсе да как в театре нет выходите а вы не выходите в театр а вот если бы вы служили в театре когда они говорят служили не работа они не работали служит вот в общем ну потому что реализоваться хотят да это неплохо это нормальное стремление просто нужно сначала достичь качество соответствующего а потом уже давайте вот мы все выйдем потеряем стык и начнем я вам честно скажу я могу в течение недели и вас научить петь я дам у меня нет музыкального образования я смогу научить петь на уровне современных астрадных певцов будете петь а потому что они петь не умеют вы еще лучше будете петь я вас научу в ноты попадать они в ноту не попадают это я вам серьезно говорю вот вы видели вот эту фабрику звезд это же это же будет просто я не знаю это хуже чем пту какую-то и они же потом поют до вопроса театра это получает так правило вполне согласен с этим уже просто-напросто моды в целом он им ходить театр войну театр создается потому что просто раздать предложение люди хотят соответствующим театром будем точно больше актеров не снимаем его соответственно потому что мы уже работаем по большим как здоровым театром здесь большое количество конечно считает очень плохую роль чтобы так сказать качество пойдет и так вот еще раз про реализацию дело в том что нужно как бы стремиться все-таки к собственному качеству есть ты хочешь что-либо проведи необходимо прикладывать усилия к себе а наш мир он недостаточный мир и поэтому все реализоваться не могут наши ресурсы не хватает сайте везде идет борьба за ресурс но во всех областях вообще там и нефти нет и на недостаточно и газа недостаточно скоро кончится и золото недостаточно да и денег недостаточно но за что не хватить и скоро и воздуха уже недостаточно будет воды уже недостаточно ну вот как бы дефицит мировой вот а божественными когда золотой век придет он избыточным там этого ресурса вот он в воздухе будет вот эта сила будет присутствовать надо просто будет обладать способностью ее преобразовывать под те задачи которые перед собой ставишь у каждого там кто захочет будет свое конструкторское бюро он там будет главным конструктором и исполнителем всего и будет все успевать но это все реально потому что там другое другое наполнение просто вот качество продукта у всех будет разная там один более радует вам более качественный продукт в итоге улыбки либо менее раза в умение качественной продукты дает но поскольку у нас будет постоянный обмен то есть не будет того самого авторского права которое разделяет да и закрывает это только моего ты не имеешь права это использовать все я придумал и как бы теперь у меня все должны спрашивать можно это использовать им нельзя вот а там будет прямой обмен так вот вот нет это даже не конкуренция а взаимопомощь взаимопомощь и взаимоотмен просто уровнями может быть соревнований как соревнования можно это назвать я говорю представляете вот мы вводим вот к примеру карточки социальные ну там вообще общественной полезности да и вот человек изобрел изобрел и получил внедрение своих изобретений у него на карточку балла начислили и ему не важно вообще не особское право ему неважно ему вот это ничего не важно потому что он уже по этой карточке получает больше там в общем больше общественного общественно полезного продукта ему выделяют да я говорил что все это можно исказить вот прямо на корню потому что вот те же камеры наблюдения до везде стоят их можно использовать для отлова преступников а можно использовать для слежки за гражданами а можно и затем за другим вот но если общество то скажем такое нравственное что людям нечего скрывать тогда они не боятся слежки не следи за мной сколько хочешь ну вот как бы какая разница в туалет камеру ставь ну кто на это смотреть будет вот здравые люди будут на это не будут они здравые люди да они вот именно за эти грязью и лезут у этих наших которые нам не друзья у них вроде как есть проект о в общем искусственное продолжение я думаю что через какое-то время это все сведется к в общем у них будет рождаться животные ну уровень сознания будет как у животных со временем я думаю скатиться потихонечку к этому потому что выражение да каждая собака может покусать видел такие зубы там маленькую собачку слушание зубы как у проходил так дети что вы тут делаете не понял мало сладостей было сегодня мне кажется да что если это вот это в первом поколении еще как-то наверное незаметно я думаю что в десятом поколении там уже может и все и дальше непонятно будет зачем их делать потому что они ни на что не способны но дело в том что если мы берем ну к примеру мы берем физическую основу да если она изначально ущердно по каким-то причинам ну вот давайте так зачатие происходит за счет вихря который создается родителями момент зачатия этот вихрь чем выше он долетает по мира тем более высокую душу этот вихрь привлекает понимаете да вопрос какого частотность должна быть высокая вот переживание должно быть высокого уровня не не страсть должна быть да а любовь должна быть в этот момент вот тогда да тогда как можно будет привлечь высокую душу а если этого вихря не создается тогда какие души туда будут прилетать ну там из астрала как они заблудшие которые ни туда ни сюда в конце концов дойдут дойдет до животного уровня вот и все но это как бы мне кажется этот сценарий в данный момент не будет разве посмотрим мне кажется что он сейчас не пройдет как-то пессимистически у нас сегодня пессимистически наоборот нам-то че переживать когда они будут отрезать там хромосома 1 2 3 а просто когда набор будет недостаточен для того что я не могу сказать человеческую личность а будет именно ущемление ущемление уже ранее у человека и получится действительно градация человеческого вида вообще узнать его честно мне хочется все-таки немножко позитивно просто подумать даже может быть я не смогу и мы сейчас не сможем но может быть если мы занимаемся все-таки личностным развитием до своей личности пока как это вывести на другую и что тогда нас должно мотивировать где мы окажемся в каком обществе то есть вот мы значит меняемся и деградирует и вот каким образом вся вот эта коллизия может быть разрешено ну как наступит время вот смотрите в микро размере до в микроразмере мы же сейчас уже воплощаем это ну вот у нас сообщества да например и такие сообщества еще есть по стране вот и как только возникнет благоприятные условия внешние все эти сообщества но они сначала выйдут станут заметными вот потому что на данный момент просмотров на эту тематику ну там не только у меня и у других значительно меньше чем на тему каких-нибудь безобразий то есть запросы я говорю еще раз от общества от современного общества которые уже опустили ниже плинтуса от него запроса нет ну и в принципе и мы не дождемся когда люди думают как бы им бутылку пива купить вместо того чтобы эти деньги на что-нибудь полезное для себя потратить купи хотя бы тетрадку с ручкой вместо пива и попробуй чем запиши пару строчек так если даже в фильмах это пропагандируется конечно чем так и будет тот же Т-34 там же есть сцены которые совсем не обязательно было включать я я не смотрел и смотреть не буду ну что пиво пили да? да конечно что? с пленой ничем не резко но на почерк приехали давай пиво там пить вот эту сцену я как красава на данный момент мы больше ничего другого не можем нас же никуда не пускают ни в образование никуда мы ни на что повлиять не можем я просто наблюдаю за общей картиной я вам могу сказать что несколько лет назад я вот ну там в узком кругу мы обсуждали я говорю мне интерес когда они начнут употреблять слово совесть вот в этих в общественных программах отлично вот сейчас я уже их перестал смотреть годы два не смотрю и общественные программы ну или полтора наверное не смотрю совсем вот и прошло там три или четыре года и слово совесть начало появляться время от времени что мы создаем посыл создавать какой-то общий посыл так мы создаем посыл ну вещаем сейчас правильно слово совесть появляется в зависимости от того контекста они как они его употребляют нет нет а там правильно употребляют да ну вот редко но стало появляться то есть уже об этом начали говорить потихонечку ну вот так что потихонечку я думаю что мы это просто медленно мы хотим чтобы это быстрее шло процессы идут медленно тот же процесс перестроения к примеру пока они америку отучат везде свои лапы совать на это же это же чтобы это мягкий сценарий был наиболее мягкие с наименьшими жертвами это же ну лет десять-пятнадцать нужно на это а мы хотим чтобы это было уже вчера понимаете вот понимаете можем стать по традиции мы увидим в среднем векове да вы и от них с ней поговорили не пришли более конкретно я и как говорила а не встали а встали а встали а встали ведьма это ведающая да встали векове это прекрасное это а красительных знающих уничтожают да по сути он красивый там же такой я пожила в Европе я думала она же велика чопнутая почему у нас так связано ну она сама ясна не